Дорогие друзья, ну что ж, на часах 19.06 и у нас начинается программа «Вечерний презент». Сегодня у нас в гостях находится Максим Сергеевич Мацинкевич, общественный активист, основатель проекта «Окупай педофилий» и заявленной целью которого является борьба с педофилией. Итак, Максим, добрый вечер. Привет, Николай. Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Рад, что меня позвали наконец-то на радио, как приличного человека. Это все в интернете, в интернете. Ну что ж, Максим, сразу же хотел вам задать вопрос. Чем занимается проект «Окупай педофилий»? Вот такое вот интересное название. «Окупаем педофилов». Окупаете? Как окупаете? Уринотерапию. Окупаем. Ловим наживца. Ловим наживца, значит, голубчиков. Проводим реальную встречу. Приходит дядя, там, скажем, Эдуард, встретиться с мальчиком, да, подарить ему сотовый телефон за приятно проведенное время. Мы его ловим и слушаем его оправдание. То есть самое веселое – это оправдание дяди Эдуарда, что он хотел предупредить, что он хотел предостеречь, что он первый раз пришел, что он просто попробовать. Ну, короче, все эти варианты. Ну, я понимаю, да, действительно. Мне кажется, наживца ловли – это жестокая ловля. Ну, конечно, жестокая. А как это обычно ловится? В интернете или, может быть, при личной встрече? Ну, то есть на улице как-то общение делать? Нет, ну смотри. Начинается все с того, что дядя Эдуард пишет мальчику. То есть он ему пишет. Или на сайте знакомств, или вконтакте. Неважно, пишет. Дальше мальчик сообщает нам о том, что мне пишет дядя. А, то есть сначала никто ничего не знает, пока мальчик не сообщит. Конечно. Вот, мне пишет дядя. Все хорошо, договаривайся о встрече. Все, дальше мальчик договаривается о встрече, дядя приходит на встречу. У нас, получается, есть запись телефонных переговоров, у нас есть переписка, у нас есть видео с их встречи, запись звука с их встречи. Ну, и в итоге допрос дяди. Допрос. Допрос. Ну, это я бы не сказал, что это интервью, это допрос. В полной мере, как это все происходит. А были случаи, когда признавались? То, что вот, да, я такой плохой, пришел на встречу к мальчику. Были случаи, да. Ну, если он пришел на встречу к мальчику, конечно. Но в основном они объясняют, что это первый раз. Ну, то есть если он уже, все, неопровержимы улики, то первый раз, да, меня в детстве изнасиловали, и вот сейчас я первый раз решил попробовать. То есть такие ситуации. Но когда мы заходим в его анкету, допустим, в контактике, на сайте знакомств, то мы видим, что у него... Не первый раз. Не первый раз, и даже не второй. Один, значит, был у нас, убеждал меня, что он волонтер, что он тоже борется, как и мы, хочет с нами работать. Зашли в его мамбу, а там такая переписка, мальчик пишет, все, Леша, я больше не буду встречаться. Почему? У меня уже два дня попа болит. И ты мне губу прокусил. Ну, в принципе, понятно. А вот как реагирует общество на ваш проект? То есть общество... В России, допустим. Общество реагирует крайне позитивно в России, да. Россия, Украина, Беларусь. То есть люди поддерживают полностью. А вот если говорить о мировом сообществе... То есть здесь совершенно другая тенденция. Знаешь, вот с журналистами встречаюсь, российские журналисты, как вы ловите педофилов, расскажите, если это западные. Зачем вы издеваетесь над геями? То есть прям уже вопрос так и стоит. Ну, если я так понимаю, американцы всегда можно узнать по вопросу. Американцы, немцы, англичане, то есть все их средства массовой информации направлены на то, чтобы показать, какие бедные и социально незащищенные геи живут в России, что не могут уже с мальчиками встретиться, и кисак ловит везде, гомофоб. Ну, в принципе, у нас же в России отменен гей-парад, то есть не поддерживают... Отменен гей-парад, да? Отменен, все, значит, нельзя у нас в России... Да, у нас запретили пропаганду гомосексуализма. Я вообще-то не сильно люблю российские законы, но вот этот закон, я даже удивился, что приняли. Реально удивился. Ну и хорошо. И чем хуже будет рожиться гомосекам в России, тем лучше для русского народа в целом. Ну вот смотрите, Максим, вы поймали человека. Так. Привлекается ли он потом как-то к ответственности? По возможности. То есть бывает так, что человек пойман, мы его уже сняли на видео, отпустили. После этого взбуждается на него уголовное дело по факту публикации наших материалов, и он арестовывается. То есть так был арестован заместитель начальника службы судебных приставов в Пасковской области. Он сейчас сидит за то, что хотел заняться сексом с мальчиком. А арестовывается сразу или... То есть там два месяца. Пока смотрят это дело, пока... примут решение. Вот, а судьба человека вообще портится после этого? Что потом происходит? А лучше становится только лучше, но легче, конечно. Потому что он не должен уже скрывать чего-то. Он уже... Ну, все знают. Знаешь, как... Мы же помогаем людям раскрыться. То есть раньше, допустим, нельзя было сказать, что я вот гомосерк. Все, нельзя тюрьма, да, в Советском Союзе. Сейчас нельзя сказать, что я педофил. Но мы помогаем их, больше-больше выявляем. Может быть, им легче станет, и они как-то придумывают закон, который им разрешает быть педофилами. Я не знаю. Ну, я думаю, вряд ли такой в России закон. В России нет. В России нет. Но в Европе их ждут, понимаешь? Так мы отличаемся от Европы. Ну, естественно, но мы... И слава богу, я бы сказал. Потому что, может быть, допустим, российские педофилы с голландскими педофилами наладят какой-то контакт и будут уезжать туда по обмену. Нам, допустим, из Голландии будут... Уезжать нормальных людей? Нормальных людей, да. Ну, там их немного осталось. Будут нам их сюда отправить. Лучше рабочих инженеров. Инженеры, там, какие-нибудь программисты, да, голландские. Нормальные натуралы, европеоиды. А нам останется удар высылать гомосерк. Даже 10 к 1 готовы менять. Да, я думаю, даже больше. Я думаю, такого нам не жалко. Ну, ладно, продолжаем. На прямой эфир хотелось бы спросить. Вот, какова ваша методика? Как вы думаете, работает она действительно? Методика работает. Работает. Методика, естественно, это прежде всего моральное унижение педофила, пойманного морального унижения, потом социальное порицание. То есть социальное порицание выливается, естественно, опять же, в моральное унижение, физические страдания при встрече на улице с мужчинами, гидросексуальной ориентацией, которые его узнают, плюс увольнение с работы, лишение всех друзей, знакомых, семьи. То есть все, человек станет с изгой. Некоторые садятся, один даже у нас вот умер в тюрьме. Он реально отсидел 9 месяцев, сердце не выдержало, издеваясь. Стресс был. Да, и помер. Ну да, в тюрьме-то у нас... В тюрьме... Ну, в принципе, ладно, не будем обсуждать эту тюрьму, что у нас творится в тюрьме, да, как бы... Лучше поговорим о том, как вы думаете. Вот потом человек еще раз может повторить такое? Давай, на ты проще. Давай, на ты проще. Это человек, естественно, может повторить, неоднократно были случаи, что одного и того же педофила ловило одно и то же отделение два раза, или там, допустим, вот было, поймали его в Белгороде, голубца, зимой, а этим летом мы поймали его в Москве. То есть, как турист. Вообще неисправимый. Ну, на самом деле, их надо ликвидировать. Это совершенно бесполезно, его выявлять. И здесь... Нет, его надо уничтожать, потому что это мразь, которая никогда не справится. И он считает себя нормальным. Он реально считает, что, ну, я такой человек, ну, нравится мне мальчики, там, 13 лет, ну, что, ну, это же хорошо. Они пишут целые меморандумы о пользе педофилии. Реально пишут меморандумы о пользе педофилии, что вот мы же даем образование детям. Мы же их любим. А когда они вырастают, у нас крепкая мужская дружба. Мы их уже не любим, но мы с ними дружим. И они такие же, как и мы становятся. Любят других детей. И это все хорошо и полезно. В общем, мне кажется, вообще это страшно даже. Да это вообще ад. То есть, ну, здесь уже газовые камеры и душа с кислотой. Все, другого не дано. И весь этот проект направлен на то, чтобы выявить эту проблему. Не на то, чтобы справиться с ней. А, во-первых, выявить. А, во-вторых, воспитать молодежь правильно. Чтобы мальчик не думал о том, что, ну, а может быть, все-таки стоит за сотовый телефон с дядей встретиться? То есть, получается, предлагают и сотовый телефон, и деньги даже, да? Айфон, вот, да. Вот, как у тебя вот. Я видел там разные. Нет, я к этому делу не отношусь. За... Ну, ты вот это стоять. Да, это стоять. Зоничные деньги куклены, да. Кредиты выплачивают. У меня все нормально. Ну, короче, а почему происходит это? Смотри, мальчик сидит дома. Папа, смотри телевизор, да? Там, раз. И где-то в кино показывает зарплату, там, у менеджера 100 тысяч рублей, да? Папа, да я за эти деньги готов в жопу дать. Понимаешь? Ну, понятно. То есть, что слышит мальчик? Мальчик слышит, что, ну, если папа такое сказал, так, а почему? Ну, я вырасту, тоже буду. Ну, то есть, пример со взрослым. Конечно. То есть, детям нужны примеры. Кто сейчас у молодежи кумир? То есть, ну, вот реально, кумир у молодежи. Нет нормальных кумиров. То есть, это кто? Дом-2, это сборище проституток. Это, может быть, Дима... Который лет 7 лет уже. Дима Билан, который... Я даже получеловек... Ну, можно сказать так. Сейчас кумиры у нас, конечно же, это шоу-бизнес. Не только российский, но и западный. Причем, западный намного страшнее, чем российский. А вообще, это просто Содом и Гаморра. Так у людей должны быть нормальные герои. То есть, ну, допустим, якобы маленький, да, ну, героями кто были? Сталлоне, Шварценеггер, Ван Дамм. Ну, ну, крайне от Супермен. Ну, Супермен. Я тут посмотрел фильм про Супермена. Его надо бы поймать где-нибудь и ему иринотерапию провести. Тоже плохой. Там такой ад. И Супермена, посмотри. А Бэтмен? Нет, в этом он красавчик. В этом он красавчик. В этом он красавчик. Да, все нормально. Супермен нет, получеловек. Людям нужны примеры для подражания детям. Потому что дети, они ориентироваться должны на что-то. Если они видят, что вокруг все продажное, все за деньги, слово честь, слово достоинство, просто, не то, что забыто, оно запрещено, в роге толерантности в школе, кто из ребенка вырастет? Россиянин. Ну да. Ну, в принципе, мне кажется, тут же во всем, как всегда, телевизор. Телевизор? А что по телевизору? Папины дочки? Да. Как его? Счастливы вместе? И я уж не знаю, что там еще идет. Час сюда? Ну да. Ну, смотрите. А, сериал «Менты» еще. «Менты» – это же алкоголики, которые даже ради съемок в сериале не могут из запоя выйти. Ты знаешь, что вот сериал «Улица разбитых фонарей», там уже 12-я часть. Ну, я еще первые 4 только смотрю. Допустим, мент Ларин впадал в алкогольную кому во время съемок. В алкогольную кому этот животное впадало на съемках. Ты понимаешь, живот нормально, это кумиры должны быть что? Молодежи? Ну, в Европе считается это эпатаж, вот лично. движение. Что есть? Это про что? Про впадание в кому? В алкогольную? Нет, я имею в виду про все, что мы сегодня обсуждаем. То есть, вот это все, это как бы мы нестандартные, мы не такие, как все, мы эпатажные люди. Ну, это деградация. Это даже не то, что мы нестандартные, мы не такие, как все. Это просто деградация. То есть, на самом деле, вся эта голубятня начинается в странах, которые вот-вот рухнут. То есть, то же самое было в Древней Греции. Читал Сократ. Ну, припоминаю. Как Сократ учит, то есть, он реально диалоги. Сократ учит разводить мальчиков на секс. Вот реально в этой книжке диалоги, он учит этому. Это все деградация, Греция рухнувая, Древний Рим, Французская республика. Все, с Европой то же самое. Ну, почему, у нас продолжается программа «Вечерний президент». Напоминаю, что сегодня мы разговариваем с Максимом Сергеевичем Мацинкевичем, общественный активист, основатель проекта «Окупай педофилия» и заявленный целью которого является борьба с педофилией. Если, дорогие наши радиослушатели, которые сейчас сидят возле своих радиоприемников, у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Все это присылайте на наш смс-портал 5577. Вначале ставьте главное слово «Микс», далее «Пробел», далее «Текст привета». В конце не забывайте подписываться, конечно же. Ну, а мы продолжим общаться с Максимом буквально через несколько минут, так что оставайтесь с нами. Продолжение следует... Продолжение следует...